С 20-го года 20-го века началась история Чувашии как автономной области. Управлялась она тогда областным съездом советов. В 25-м постановлением президиума в ЦИК ее преобразуют в Чувашскую АССР. До 30-х годов идет укрепление национальной государственности. Принимают конституцию, определяют, как будут проходить выборы высший орган государственной власти. Летом 1938 года начинает свою работу Верховный совет Чувашской АССР. В первый состав законодательного органа вошли 29 рабочих, 41 колхозник, 26 служащих и представителей интеллигенции. Они избирались на 4 года. Верховный совет республики функционировал с 1938 по 1994 годы в составе 12 созывов и осуществлял законодательные и контрольно-распорядительные полномочия. На научно-практической конференции Верховный совет Чувашской АССР и процессы национально-государственного строительства исторические опыты и уроки собрались те, кто многие годы трудился на законотворческом поприще. Александру Петрову, председателю Президиума Верховного совета Чувашской АССР 11 созыва, глава Чувашии вручил орден за заслуги перед Чувашской республикой. В общей сложности я депутатом Верховного совета Чувашской республики избирался 7 раз. Был избран депутатом Верховного совета Российской Федерации, был заместителем председателя Президиума Верховного совета России, был избран народным депутатом СССР. Высший орган государственной власти более полувека определял развитие региона. В активе депутатов Верховного совета принятие декларации о суверенитете республики, законно-государственных символах Чувашии. Некоторые из них впоследствии работали в парламенте России. Именно они начали активно вовлекать своих избирателей в общественно-политическую жизнь, формирование органов власти. В 1994 году Верховный совет Чувашии передал законотворческую эстафету Государственному Совету Республики. Многие парламентарии продолжили там свою работу, успешно применив накопленный опыт и знания. Глава Чувашии подчеркнул, сегодня Госсовет продолжает лучшие традиции законодательного органа. Очевидно, вот это деловое и открытое общение с народом, с избирателями в нашей совместной деятельности, это уже с исполнительной власти и с теми организациями, которые сегодня тоже свою активность проявляют, мы всегда их выслушиваем, дает нам сохранять и укреплять стабильную общественно-политическую ситуацию.